Всем привет! Apple AirDeck, слухи о котором ходили где-то с 2019 года, наконец родился на свет и через пару дней вот я держу уже в руках его, сейчас начало мая 2021 года, держу его в руках и готов распечатать. Видите, тут такая вот еще блямбочка есть, фокус. Я его еще не открывал и готов открывать и делать обзор. Для тех, кто вообще не в курсе о чем идет речь, расскажу, что Apple AirDeck это маленький брелочек или метка по-другому называемая, которая вы крепите к своей вещи и с помощью этой метки эту вещь очень легко найти по геолокации, если вы ее потеряли, либо эту вещь у вас украли. И конечно же самое главное для меня, я как потребитель, вот как это ни странно, в отличии наверное от остальных обзорщиков, тех кто делает там какие-то сравнения или обзоры, но я реально пользуюсь подобными девайсами и в частности у меня на канале есть обзор, я пользуюсь вот таким вот поисковым маячком от фирмы Chipola. Один у меня на домашних ключах, один у меня на ключах от машины. Очень удобно, когда ты где-то оставляешь свои ключи, то у тебя на телефон приходит уведомление, что потеря связи ты где-то оставил и показывает. Мало того, что где-то, то есть показывает еще и на карте последнее место, где ты мог его оставить. У меня сейчас версия такой пакетч на один Airtag, есть еще на 4, но пока я решил остановиться на одно, посмотрю нужно ли мне одно. Значит открываем у нас, дергаем за вот эту вот штучечку, раз, люблю такие вот распаковочки, и мы собственно выходим в недра. Что-то еще сразу остается, а здесь у нас остается такая всякая варанти бумажки, еще бумажки. Блин, на бумагах наклеечек нету, а нет наклеечек. Сразу идет инструкция и да-да-да-да-да-да, вот она эта меточка. Так, я вижу стрелочку, за которую надо потянуть, вот так вот тянем, и у нас сбежал фокус. Блин, как оно блестит Какое оно красиво И ты последним рывком вытягиваешь Вытягиваешь Ес Услышали, да? Звук был Так, ну теперь давайте Собственно, попробуем Сопрячь его Спрячь его с телефоном Ну и по аналогии с другими Apple'овскими аксессуарами Я так понимаю, что она должна определиться Кто ты подносишь сюда iPhone, и мы подносим iPhone И да, ес Ес, ес, ес Сразу Вылетает такое менюшко Мы звоним, ну например, ключи пусть будет Ключи Так Тут у нас продолжить Идет настройка Настройка Смотреть в локаторе Да, это настройка Где он находится Все, то есть мы его Эту метку Ее все время Его, ее Эту метку мы Успешно оспарили Так, хорошо Это мы сделали Теперь, собственно, нам можно уже даже тестировать Метка отображается у нас на экране Показывая, что она рядом со мной Пробуем нажать Воспроизвести звук Слышно, да? То есть такой достаточно Писклявый Высокочастотный звук Чтобы можно было слышать Ну как бы все То есть основная функциональность Она показывает то, что она сейчас при мне И вот, когда я дошел уже до тестирования Да, то есть основной функции брелка Найти его Если вы его потеряли То тут самое интересное начинается Оказывается, самая главная фишка Этого брелка Работать в России, Украине А также еще в нескольких странах Там около десятка Бывшего Советского Союза Они просто работать не будут Мы с вами все помним На презентации Эртега Там было такое красивое видео снято Как где-то прячут за диван Там под подушку Еще куда-то Этот брелочек И бегают с телефоном В котором четко видно направление На этот брелок Сколько до него осталось Расстояние, высота В общем полный тебе фарш То есть только ты иди И находи и хапы А фиг там Оказалось все это у нас не работает Я конечно на этом Хоть и огорчился Но я на этом не остановился Обязательно я сделаю обзор По основным другим фишкам Все-таки они остаются Как ни крути Брелок для чего-то же сделан Пусть мы пока в полной мере Не можем воспользоваться Но я надеюсь Может в скором времени Хотя речь идет о технологии Ультра-вайтбенд То есть технология Которая позволяет При низкой энерго Вернее при высокой энергоемкости Без больших затрат Устанавливать связь На расстоянии 300 метров Несмотря на то что В этом брелке есть И блютуз И вайфай Туда добавили еще Чип U1 Который пошел в айфоны Начиная с 11 поколения 11-12 айфон И они позволяют Вот с точностью до метра Направление показывать И все вот эти И обмениваться данными С помощью вот этой Ультра-вайтбенд Частотного диапазона Который на текущий момент В наших странах Не разрешен Не разрешен Потому что на этих частотах Сидят военные И никто просто так Делиться не хочет Несмотря на то что Эпл подала в свое время Еще в прошлом году Заявку на разрешение Использования в этом диапазоне В России в частности Я про Украину точно не скажу Но в России это точно Теперь мы возьмем Нашу меточку И пойдем посмотрим Как она работает на улице В тех условиях Когда вы реально можете Потерять свои вещи Свою сумку Свой багаж Но в которых вот Лежит эта метка В случае если вы его Сами потеряли Либо у вас украли Ну для начала Простейшая ситуация Мы с вами спрячем Где нибудь в квартире И попробуем его найти Брелок я спрячу Вот например На кухне На кухне За цветочками Да Где я нахожусь И где брелок Никакой точности Тут нет абсолютно То есть я могу Только нажать на брелок Во первых Поиск Если я нажму Вы слышите Да Воспроизводится звук По звуку можно Это самый простой вариант Да Мы перейдем сейчас на улицу И посмотрим Как это все работает На улице Для первого эксперимента На улице Я положил метку Иртек На торпедо автомобиля Прикрыл бумажкой Чтобы не сильно бросалось в глаза И поставил автомобиль На очень оживленную парковку Здесь очень много разных автомобилей И которые Владельцы которых Наверняка имеют Айфон 11 12 И тому подобное Кроме того Очень много прохожих Очень много гуляет Родителей с детьми Да и сами дети уже имеют Такие нехилые айфончики Поэтому наверняка Кто-то из них И мягко говоря В кавычках Заденет мою метку И я узнаю Где она находится В результате метка Мне полдня сигнализировала Что ее кто-то якобы нашел То есть проходили люди Видимо с разной стороны С разной скоростью С разных В разным направлением Не знаю как Но метка Периодически перемещалась И естественно Ни разу не показала Точное Точное свое положение Ситуация третья Я попросил жену Взять с собой метку Когда она шла в магазин Сам же я направился В парк И стал Смотреть на приложение Локатор И ждать уведомления О движении метки Фактически Метка оставалась В том же месте Где я ее оставил То есть возле магазина И никаких больше движений Не было абсолютно Я кстати уточню Что уже нету Айфона И никаких аксессуаров Эпловских тоже нету То есть Никакой прямой связи Быть не может Тем не менее За все время Где-то вот В пределах часа Никаких сообщений О метке нет Что свидетельствует Скорее всего О том Что в этом магазине Просто нет людей Не было людей С айфонами Ну и по крайней мере Не только в магазине И по тому маршруту Где она могла Проходить Не просто с айфонами А я еще раз Уточню Это 11-12 айфон Геопозиция метки Все время оставалась Одной и той же То есть у входа магазин Там где жена Зашла в магазин И естественно Потеряла связь С моим телефоном Для следующего теста Я попросил жену Которая ехала на работу Взять с собой метку Едет она примерно 20 километров И по времени Это занимается Учетом пробок Полтора часа Геопозиция метки Показывалась в этом случае Только там Где жена Стояла в пробке Причем длительное время По приезду Как бы на работу Геопозиция Осталась постоянно И больше Не менялась Но даже в этой финальной точке Найти метку Абсолютно нереально Потому что радиус поиска Примерно около 100-150 метров А что произойдет Если кто-то найдет Вашу вещь С прикрепленной меткой Он может приложить К своему телефону И у него откроется Сообщение с указанием Вашего номера телефона Кстати в последней Девелоперской прошивке Которая вышла на днях Там уже можно указать Не только номер телефона Но и ваш имейл Вообще конечно Если бы Apple Выпустил ее В 2019 году Это было бы реально Даже не one thing Это был бы прорыв года Это тогда Я помню еще где-то Да В 2019 Ребята Изыскали в коде Apple Упоминание О некой метке И после этого Пошли слухи Что вот-вот-вот-вот Должны Выпустить нечто Вот такое Из поисковых Брелочков Выводы Пользоваться этой меткой Нужна она вам Или не нужна Это уже зависит От вас И тех случаев Где вы будете И как ее использовать Лично для себя Я уже сделал вывод Это не тот товар Которого я так долго ждал Я все-таки надеялся Что Apple До конца Уже выпустит С полным функционалом Но здесь Идут ограничения И причем серьезные И фактически Эта метка Мне ничего Не даст По сравнению С тем Что я вот имею Сейчас С меткой От фирмы Чипала Абсолютно Никакой новой Функциональности Там хоть есть сигнал Если ты уходишь За какое-то Расстояние От потерянной вещи Это уже удобно Здесь Удобств практически никаких Другими словами С другой стороны Нас также подталкивают Покупать более новые Айфоны Одиннадцатый Двенадцатый Прекрасно понимаю Apple Но Например у меня нет Желаний Я как сижу На XX Max Десятом Так и сижу Абсолютно не вижу Смысла в переходе Меня устраивает Скорость Меня устраивает Форм-фактор Меня устраивает Аккумулятор И все такое Использование метки Со старыми устройствами Уже делает Уже вводит Некоторые ограничения Кроме того Непонятная ситуация С вот этими частотами Использованием Ultra Wideband Я подозреваю Что в Украине Может быть в России Это дело Все еще Очень быстро Как-то решится Обещает Там я читал Сегодня Что вроде До конца 2021 года Что-то определяют Но в Украине У нас Это точно Работать Пока не будет И процесс Займет Очень долгое время Поэтому Полный функционал Этой метки Ну Пока Разве что Ее использовать Я не знаю Как метку Где оставил машину На парковке Других вариантов Я пока не вижу Никакого Такого Потребительски Правильного Функционала В ней нет Ну А все же Решать вам Нужна вам Или нет Вещь красивая Может и на что-то Сгодиться Спасибо за внимание Спасибо что были Смотрели это видео Что были со мной Подписывайтесь на мой канал Если вам понравилось Это видео Ставьте лайки И до новых встреч Всем пока